Всем привет! Сегодня, надеюсь, будет интересное видео. Сегодня будем заниматься такими автомобилями. Мерс. Мерс. А вот это форт эвакуатор 1946 года. Интересно. И вот еще один такой вот Мерс. Такой вот Мерсик. Это, по-моему, SL500. 500 или какой, я не помню точно. Короче, раритет. Нужно будет сегодня там кое-что с идеями у него сделать. Меня привлекли к этой работке. Вот я думаю, что будет что-то интересное. Так, попробую вам одной рукой его расчехлить. Уж полностью не буду. Полностью, наверное, не надо, чтобы до салона добраться. Ну, короче, суть какая, что машина реставрируется. Вот. Не нужно, я так понял. То ли вот это, то ли вот то снять. Ну, как реставрируется. Да, реставрируется. Да, реставрируется. Стоит она, понятное дело, что тут уже очень давно. Регистрации, я думаю, что у него точно нет. Это просто тест-драйвый номер. Ну, короче, я уже возле этой машины был. Фоточка в Инстаграме там у меня есть. Тут была проблема. Как оказалось, простая. Здесь предохранитель перегорел и, соответственно, не работал. Вроде бы топливный насос из него память не изменяет. И мы, соответственно, разбирали то, что смотрели. А сегодня надо делать другое. Я виду не понял, но у меня уже была паника после этого Мерседеса. Оказывается, это не вон. Я просто счастлив, что это не вон. Короче, идем забрать другой Мерседес. Где-то вон там стоит, не знаю, какой-то серебристый. Сейчас будем искать. Вот он. Ну, не этот. О, вот это, конечно. Вот это, конечно, я понимаю. Мерседес. Обалдеть. Конечно, аппаратище. Фух. Я в шоке. ЦЛ 560. Ладно, заводим, едем. Так, внутри. Сиденья вот эти, я так понимаю, надо будет снимать. Что-то с ними делать. Воу. Я в таком никогда не сидел. Просто никогда. Воу. 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 260 км. 160 миль в час. Спидометр. Обалдеть. Ну да. Тут я понимаю, что есть смысл, конечно, это восстанавливать. Потому что это уже деревянная, уже дубовая. Ладно, пробуем. Ключ. Вон. Воу. Спокойно. Старствуем. Обалдеть. Как ребенок сейчас, я чувствую просто. Даже не могу передать эмоции. Просто записать. Это дерево. Это реальное дерево. Шок. Шок контент. Ладно, едем. я в таком реалитете еще никогда не ездил просто вообще помните вам рассказывал об этой территории так тормоза хоть есть такой горки еду а тормоза есть ли нету непонятно ну короче вообще шок не знаю какой-то год даже что-то узнаю так надо избавиться от этих двух кресел намучился они тяжеленные просто но в общем эти креста сиденья уже раньше кто-то делал то есть кто-то этой штукой занимался я понял сам учился не мог никак снять вот эти накладки вот серебристые там это не лежат а чего не мог снять потому что ну ремонт по-американски до силикон силикончиком силикона силикон или там на герметик приклеили и все я не могу просто если я думаю что такое и что-то ничего не держит на сверху одевается просто и все вот конечно реставраторы еще те так скажите так чувствую все надо писать на видео потому что это жесть открутилка выпадали шайба шайба где-то там натыкали непонятно что как с той стороны что было понимание шайб никаких не было и там их в принципе нет вот и как оно все стояло надо это все фиксировать потому что когда кто-то уже лазим кто-то что-то делал вот и делал соответственно так себе то понятное дело что что-то где-то может пойти не так так такой вот шпиндель идет само сидение так вот тросики так понимаю это сюда с этой стороны смотрим у нас вот такой вот болт а с этой стороны у нас вот такой вот самонарез так спиночку мы открутили сняли теперь снимаем час направляйки вот эти что нужно сюда получить доступ все-таки это открутить то что кожа заходит вот сюда и по любому нужно получается до каркаса его раздевать чтобы поменять амбишку так так ребятушки в второй день сегодня вчера я успел только снять две сидушки одну сидушку успел раздеть сегодня нужно будет по максимуму сделать шумитку буквально пара часов я приехал тут пока еще никого нету какой тут атмосфера тк где-то музычка там играет и знаю может там этот владелец там на осере рыбачит вот у людей жизнь это же у нас вон там вот стоит 1946 года евакуата фордец вчера его тут запустили тут даже что-то немножко ездил то что его восстанавливает ну короче тут тут скажите своя атмосфера вообще какая-то такая не знаю прикольная мне нравится такие машины такие интересные классно вообще класс тут еще прикольно такая стоит колоночка у нас к скорее как декорация и думаю корейсон они действующие конечно но все равно прикольно так подъехал гаражики машинки колоночка заправка дракс еще одна класс такой короче какой то есть тут местный такой вайп так же получается потому что вчера сделал вот она сидушка это водительская еще полностью разобрал намахался честно скажу просто фантастика я еще так скажем так не не мучился с такими всякими штуками но это наверное потому что все таки раньше делали вещи и так надолго на века так сказать вот это то что от нее осталось задняя стеночка остается вон она и и аккуратно снимала и соответственно подголовник наверное тоже вот тут есть вот чехольчики новые часа посмотрю как они сюда пойдут вот будет ли также сложно одевать как снимать вот и надеюсь конечно что все будет попроще но это не точно но сам факт того что до сидения были вот такие ну смысле одетая да там потрескались никакие будут потом то посмотрим если мне конечно все получится первый раз жизни делаю все такие манипуляции но интересно так есть новости новости не знаю даже хорошие или плохие скорее всего плохим то что вот это вот новый чехольчик это спинка получается прикольная классная все супер все хорошо спинки есть одна большая проблема у нее нет дырок под подголовники у этого чехла нету дырок под крепление тросики под ручки короче нету этого всего то есть нужно будет дорезать доделывать я честно говоря не знаю как это правильно будет делать но повторюсь как бы это в этой штуке я не специалист то есть разобрать то такая история а когда еще где-то дырки конечно где-то делать это другая история так короче вторую сидушку располовинил он половинка 1 половинка 2 mercedes конечно делали на века так наклепали тут эти всяких стяжек и так далее что все замучился это все доставать но это еще не все это сиденье это вижу что его не разбирали потому что во первых много было вот этих здесь все скобы есть потому что в прошлом не было скоб уже не было некоторых болтов кое-что уже было сломано вот здесь по сути я первый только это все ломаю и короче вот такая вот история до проект конечно такой то есть ну понятно что реставрация либо там какие-то такие работы да то есть они стоят нормально денег потому что то это это очень мне лично сложно долго и тяжело ну реально тяжело ну и момент каким бы качеством не было бы материалу mercedes и насколько в этом десятков лет они не были рассчитаны вот никакие материалы не могут спастись от времени вот например кожа да я вот здесь снимаю да и ответит натуральная кожа она просто рвется она просто рвется рвется по швам как бы то есть это без каких-то сильно прилагаемых усилий то есть она просто разрывается все и здесь вот тоже поэтому крис насколько бы она качественно не было но все равно время берет свое видео я занимался заменой обшивки сидений вот это уже сделал и сейчас занимаемся 2 на нас там одна проблемка возникла не можем открутить здесь вот такие хоть из 2 болта не на резьбовом герметике недостатка рыча мы их не можем пока что короче шел уже я не знаю какой день всей этой истории с этой эпопеи одно сиденье то я уже поставила уже видели сейчас по сути что разбираю второе сиденье еле-еле удалось снять вот эти вот боковые крепежные винты сейчас я вам покажу один из них я не знаю как это потом закручивать это не я снимал душу я сказал что на этом мои полномочия все человек это как-то раздолбил но сам факт того что просто разбирать сиденья видите-ка из истории здесь обшивку даже приклеивали здесь залили и клеем видно что мы тут приклеивается что интересно видят эти все пятна вроде бы получается что тут вроде как все но более-менее как более-менее до потрескалась да все это надо поменять а внутри оказывается у нас происходит жизнь другая жизнь то есть это вот моменты всех старых машин дамир бэнс аг тра-та-та короче такие вот моменты короче что разбираем снимаем одеваем ставим и забываем про это как про страшный сон так собрал я спинку ну как собрал фактически натянул вот эту заднюю часть просто очень очень сложно поставить сюда на место но не поставил я это делал два раза потому что я ее поставила забыл по протягивать все троса вот эту штуку забыл поставить когда был ручку поставить а без когда задняя крышка уже стоит то поставить это уже фактически невозможно поэтому приходит пришлось два раза это делать короче что я сейчас буду делать подголовники кстати то решили оставить такие как есть они в принципе неплохом состоянии есть износ но такой короче беру сейчас получается нижнюю часть креплю на нее механизм на нее ли крепить механизм да наверное на нее ставлю ее на самаске потом ставлю 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 спинку потому что с прошлой сидушкой то я сначала поставил сюда прикрутил механизм потом 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 прикрутил нижнюю часть и потом мучился с с этими салазками с теми всеми нижними механизмами короче очень тяжело это было поэтому попробую сегодня немножко по-другому сделать все ребята финиш финиш финито ли трагедия не комедия все собрал сидение поставил mercedes сидушечки стоят водительская мне честно говоря вот спиночка что-то не очень это вот вот например пассажирская вообще я бы сказал бы что идеально стало но у пассажирской другая проблема водительская ну короче все работает вперед назад двигается ездит так что раздаю работу и прощаюсь не навсегда короче вот так вот все выглядит чего прикольно вот тут нормально села тут на здесь вот немножко ну короче в общем все прикрутил все сделал все работает и на этом все такие ретро автомобили это конечно не знаю там насколько сложнее в новых и такие штуки делать вот но ретро автомобиль но как ретро и совсем ретро сколько получается 87 на машине годков но скоро будет 40 лет 37 ну так все конечно тяжеловатенько но в общем работа я закончил ваши комментарии по поводу того что тут на показывал пишите внизу под видео это даже не рабочие это рабочая неделя но не в день день конечно но играется как есть короче все устал домой спасибо за просмотр за лайк